всем привет меня зовут мария и сегодня я хочу вместе с вами рассмотреть одну очень интересную новинку от фабрики alize это пряжа пуфи фур это пряжа относится к уже запатентованные коллекции фирмы alize который вяжется без использования спиц и крючка то есть руками и все это можно реализовать именно потому что здесь уже нить закреплена в петельке поэтому инструмент не требуется и их нужно просто переплетать между собой чтобы получить вязаное полотно до этого уже многие наверное пробовали вязать в этой коллекцию у фирмы alize было пряжа пуфи пуфи файн и разные вариации зависимости от цвета там пуфи файн color то есть когда была закручена в петельке цветная нить и раньше она себя представляла плюшевую нить и вот на этот раз производитель решил нас удивить такой интересной новинкой и закрепил в петельке вот такую вот такого пушистика и по составу это стопроцентный полиэстер здесь у нас в одном моточке всего лишь 6 метров то есть они достаточно объемная пышная и посмотрите какая длинная петелька я ее измерила она имеет высоту практически 4 сантиметра вот посмотрите какая она огромная очень длинная петля и у нас производитель пишет что вот образец 10 на 10 сантиметров получается всего лишь всего лишь из пяти петель на три ряда то есть это очень мало и я не хочу быть голословной поэтому я попробовала связать образец сейчас я вам покажу его у меня получился вот такой вот я бы даже сказала что это шарфик я его начинала вязать просто как образец полотно просто петлями лицевыми но в итоге у меня получился вот такой длинный шарфик здесь у меня всего один моток и его длина сейчас скажу где-то 74 сантиметра и я набирала в ширину не 5 петелек а 10 то есть ровно в два раза больше у меня на самом деле получилось 20 сантиметров то есть вот этот образец который нам указывает производительные этикетки он на самом деле соответствует действительности и реально можно связать вот за пять петелек набрав всего но небольшое количество можно связать вот такую достаточно большую такой большой кусочек изделия и у меня получился вот такой вот шарфик и его можно обернуть вокруг шеи как раз и ну до одного моточка хватает приблизительно на изделие вот такого размера если его например сшить вот здесь с краю то получится снуд полноценный и я когда опубликовала эту пряжу в инстаграм у нас одна девушка мне написала что петли такие длинные что наверное придется вязать в две нити чтобы изделие не получилось очень дырявым я сначала подумала что наверное да правда какие-то уж очень широкие вот эти петли раньше такого не встречала в пуфе они тоже которая плюшевая нить тоже объемные но мне кажется там петелька поменьше хотя я там не мерила вот но в итоге я связала этот образец и вот посмотрите когда я его держу в руках у меня рука абсолютно не просвечивает и дырочек вообще не видно то есть я конечно могу так вот просунуть пальцы между петлями да то есть дырочки достаточно большие но они полностью перекрываются вот этим пушком и поэтому смысла выдвините вязать нет производители все все четко рассчитал и все-таки вот такая длина петли большая это не ошибка так и должно быть и никогда посмотрела на этот моточек я подумала сейчас я свяжу его тут за 10 минут очень быстро но не тут то было я когда начала вязать к концу шарфа у меня я нашла сразу две ошибки сначала я увеличила количество петель на одну и не заметила это потом сократила и у меня получился такой шарф такой волной но так как я торопилась и я не особенно внимательно вязала у меня получились такие ошибки вот поэтому второй раз когда я перевязывала уже этот шарфик я считала каждую петельку и вот на второй раз у меня получилось связать изделие без ошибок поэтому я хочу сказать что вязать нужно эту пряжу очень внимательно из-за вот этого меха длинного вы можете просто не увидеть визуально где у вас ошибка где вы упустили петлю и понять это можно будет только при подсчете поэтому не торопитесь делать выводы что это такая простая пряжа ее вязать очень приятно легко петли действительно толстые широкие но нужно здесь тоже быть внимательной вот но кстати можно хорошо развить интуицию пока вы вяжете это изделие потому что кто вяжет а уже достаточно много для того не составит труда следить за петельками а кто только начинает вязать то учиться вязать нужно на более гладкой пряжи все-таки не на такой и еще такой момент я вот вязала этот образец лицевой гладью и на этикетке у нас здесь тоже нарисовано вот такой образец тоже это не шарфик наверное уже как палантин на девушке и в каталоге там тоже у нас образец который выполнен лицевой гладью вот и я даже не знаю есть ли смысл пробовать вязать эту пряжу другим узором потому что мел достаточно пышные и скорее всего он перекроет ваш узор и его просто не будет видно поэтому здесь можно даже не заморачиваться просто вязать лицевой гладью и даже не придумывать никакие узоры смотрится пряжа эффектно и поэтому перегружать ее какими-то узорами чем-то каким-то сложностями я не вижу смысла вот поэтому можно расслабиться и вязать ее лицевой гладью и я уже сказала что я распускал этот шарфик и хочу такую важную вещь сказать что несмотря на то что она такая меха бушечка вот эти волоски они абсолютно не вылезают за весь моток у меня не вылезла ни одного волоска и я распускала шарф практически полностью от самого конца матка к самому началу и также у меня нигде ничего не вылезло и производитель нам даже рекомендует эту пряжу стирать позволяет нам ее на при 30 градусах в машине стиральной также ее можно ну среди рекомендаций есть стирка без отбеливателя и не гладить но это само собой разумеется в общем вот это изделие можно представьте себе стирать в машинке и ничего с ним не случится и сейчас хочу вам рассказать немножко о цветах этой пряжи и до такой момент она вроде бы как меховушка эта пряжа но я когда на нее смотрю она мне даже больше напоминает перья потому что структуру нити такая если посмотреть вблизи на нее вот видите в центре ниточки вот здесь плетены нить немного другого качества они немножко темнее и имеют мне кажется даже другую немножечко структуру что ли они какие-то но отличаются они внешне и которые более длинные волоски они уже имеют более светлый цвет то есть нет неоднородная она мало того что пушистая но еще имеет разный цвет разные оттенки в одном матке и разную длину от этих ворсинок и в итоге получаются вот они торчат в разные стороны как будто перья у птицы и вот эти вот темненькие они как подшерсток такой даже я бы сказала что это не имитация меха а имитация перьев но смотрится ну по крайней мере необычно не знаю как вам нам для меня это очень непривычно раньше была у лизы пряжа называлась она фурлана тоже с имитация меха и вот там она больше была похожа на мех вот это вот все-таки что-то среднее между мехом и перьями и смотрится она вот она и так меланжирует а плюс еще вот эти разные волоски в структуре нити ну в общем интересное получается такое изделие и давайте сейчас перейдем к цветам у производителя их в каталоге не так много здесь их всего 16 я их посчитала я сейчас смогу показать вам только 11 цветов потому что остальные у нас уже закончились они будут постепенно пополняться то есть мы поддерживаем всю коллекцию цветовую но вот на данный момент когда я снимаю видео сейчас 5 цветов уже отсутствуют и по цветам хочу сказать что они все я заметила такую особенность вот за счет как раз вот этой неоднородной нити из-за того что в составе две ниточки разного цвета они смотрятся как пыльные цвета вроде бы как насыщенные но как будто бы вот он припаленный такой недостаточно не недостаточно выраженный а приглушенный немножко вот это оттенок 6107 я не вижу смысла вам говорить номера потому что они сами по себе никакого значения не имеют но в общем буду показывать вам просто оттенки вот такой вот серо-серо-голубой что ли еще один более уже ближе к голубому вот такой оттенок они похожи но и находится в одной цветовой гамме но все-таки разные еще вот такой вот он тоже вроде бы как серый но уже такой поинтереснее то есть он нечто средний между серым и есть такие цвета которую фирма alize называются как роза то есть он не совсем уже серый следующий цвет вот такой сирень пыльная сирень я бы назвала ее мятный куда без него во всех коллекциях практически сейчас мята на пике моды мятный пудра тоже очень популярный цвет светленький он наверное относится к исключению из всей цветовой гаммы потому что в основном все цвета такие более темные более нейтральные а вот этот такой детский цвет их не так много в этой коллекции также вот этот розовенький тоже можно отнести к яркому такому веселому цвету так и у меня остаются вот такой цвет зеленый сложный зеленый неоднозначный вроде как хаки вроде как не хаки не знаю какое ему можно название дать ну в общем вот такой зелененький красный тоже вроде бы как яркий цвет но за счет того что производитель использовал вот такой интересный прием сочетать две ниточки в одной разных оттенков она получилась такая припыленная и не такой уж он и яркий этот красный и осталось у меня два оттенка стандартных это черный и белый здесь белый он смотрится кстати в отличие от других цветов уже не таким мутным цветом а он более однозначный потому что у белого нет оттенков он и в центре белый и снаружи белый и он будет смотреться более чистым цветом в изделии а вот черный у него такого нельзя сказать то есть он внутри более насыщенный а снаружи вот такой вот более светленький цвет но это наверное все что я хотела вам рассказать про пряжу пуфи пуфи фур теперь поделитесь вы своим впечатлением кто уже из нее вязал кто особенно те кто из нее уже что-то вязал и будет интересно если вы пришлете нам свои фотографии в инстаграм когда это изделие на вас потому что я этими фотографиями сразу делюсь со всеми остальными подписчиками обязательно подписывайтесь на нас мы еще есть вконтакте и здесь на наш канал на youtube и я буду делиться с вами другими новинками пряжи а на этом все до следующих видео обзоров пока